всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия девочки я вам предлагаю связать оригинальную сумку которая называется сумка петля она имеет две ручки 1 вот такая вот маленькая короткая автора длинная и длинная ручка протягивается через короткую и получается вот такая петля такая сумочка подойдет тем кто предпочитает свободный стиль эко стиль возможно хиппи в общем если вы чувствуете что ваш стиль просит натуральных материалов то эта сумка из джута для вас скорее берите джутовые нитки крючок и я сейчас вам покажу как такая сумка вяжется теперь давайте поговорим о материалах и инструментах и так значит эту сумочку я вижу из джутовой пряжи от пряжи центр рф нить называется халва толщина нити с это у нас джутовое натуральное волокно длина 200 метров вес 220 грамм толщина нити полтора миллиметра номер крючка от четверки до восьмерки кстати я вижу четверкой но в принципе спокойно можно до четыре с половиной или пять миллиметров крючок и крючки пряжу вы сможете найти в магазине пряжа центр рф и если введете при заказе промокод 3086 получите 10 процентов скидки и так вязание сумочки мы начинаем с дна то есть нам с вами нужно связать вот такой вот идеальный круг что такой идеальный круг я уже рассказывал когда мы с вами вязали эко салфетки я там показывала прям на примерах вязала специально такие образцы с секторами до чтобы вам было наглядно понятно как и где распределять при бабочки вот так что если вы еще не смотрели это видео обязательно перейдите я оставлю для вас ссылочку и посмотрите как вяжется идеальный круг как распределить прибавки так чтобы они были незаметны и я думаю что не стоит сейчас в этом мастер-классе останавливаться именно на вязание круга круг вы свяжете самостоятельно по видео которое я вам оставлю о том какой точно будет расход материалов и какие размеры получились у моей сумочки я вам расскажу подробно в конце этого видео так что обязательно досмотрите это видео до конца чтобы знать все подробности а мы с вами начинаем вязать так смотрите я остановилась на вот таком размере у меня сейчас в данный момент провязано 20 рядов то есть это соответственно 20 петель в последнем ряду в секторе и всего по кругу значит 120 петель и вот при вас давайте сделаю изменение это примерно 25 сантиметров то есть кто хочет поменьше делайте меньше кругов кто хочет побольше делайте больше кругов я останавливалась на 15 ряду по моему у меня было 20 сантиметров и сами понимаете 90 петель по кругу после вязания спицами перехожу на вязание крючком и продолжаю разговаривать петлями конечно же столбиков теперь будем переходить к вязанию стенок смотрите вот в этом ряду мы с вами сделаем такую кромочку принципе если вас не устраивает такая кромочка можете продолжать вязать без прибавок у вас будет просто гладкий переход я хочу чтобы у меня вот это вот косичка осталось снаружи она будет у нас так скажем границей между дном и стенками сумочки смотрите что я буду делать вот у меня вы видели да я завела последнюю петлю туда вовнутрь провязала петлю подъема и сейчас буду провязывать вот такие столбики то есть я ныряю под первую петлю под обе дольки косички выныриваю с той стороны с изнанки так скажем под другие две дольки косички и протягиваю ее на изнанку и провязываю столбик без накида снова ныряю под первые две дольки косички выныриваю под другие видите захватываю петлю протягиваю их ее провязываю столбик все под одну под вторую вот так вот я вижу у меня получается что косичка остается здесь а столбики пошли сразу же перпендикулярно к верху то есть вот комочка будет вот в таком положении да вот он первый ряд у меня повернулся перпендикулярно вверх на по отношению к дну сумочки вот все вижу так до конца и так я заканчиваю вот этот первый ряд стеночки давить как он у меня получился то есть мое вязание развернулась на 90 градусов вверх так вот у меня тут осталась одна петля и вот сюда где у меня был соединительный столбик вытаскиваю еще одну петельку здесь пересчитаете петельки у вас должно быть 120 если вы вяжете на 25 сантиметров либо ваше количество петелек так чуть-чуть вытянем вытянем петлю и сделаем петлю подъема все можно переходить к вязанию следующего ряда стенки и так мы с вами продолжаем вязать сейчас я буду вязать первый ряд стенки и в принципе вы можете всю сумку связать столбиками без накида она будет смотреться идеально но я решила для своей сумочки сделать такое небольшое украшательство полосочку из филейной сетки филейную сетку я буду вязать столбиками с накидом значит мне сделать нужно две петли подъема здесь 1 2 и 1 петля то есть эти две петли будут у меня вместо одного столбика и одну петлю я провязываю уже для ячейки сетки вот отсюда выходит у нас первый столбик эту петлю я пропускаю завожу крючок вот сюда то сделаю накид вот столбик пропускаю завожу сюда и провязываю столбик с накидом все снова делаю воздушную петлю здесь петлю пропускаю делаю накид и в следующую петлю провязываю столбик с накидом вот таким образом у меня будет смотреться филейная сеточка я повторяю если вам не нравится возможно ячейки покажутся большими можете просто вязать плотную сумку столбиками без накида заметили да я подхватываю здесь за обе дужки косички все так вяжем до конца и вот здесь вот будет соединение ряда и так мы дошли до конца ряда здесь для ячейки лицевую петлю я сделала воздухой и так мы дошли до конца ряда здесь вас до воздушная петля у меня сделана заводим крючок вот сюда и делаем соединение все точно так же я делаю две петли подъема одна петля для ячейки и провязываю вот в этот столбик столбик следующего ряда и обратите внимание столбики я вижу в раскол то есть не вот сюда под две дужки косички а именно центр столбика то есть и под две дужки косички и вот здесь вот надо найти серединочку столбика вот посмотрите видите я надеюсь что что-нибудь смогу вот две дужки косички а там еще перемычка задние вот под эту перемычку нужно попасть крючком и тогда ваши столбики будут идеально ровно стоять друг над дружкой то есть если мы будем вязать вот под эти две вот сюда вот видите она даже прям дырочка здесь видно что она немного правее столбика находится ведь если сюда заведу крючок сделаю здесь столбик он уйдет немного в сторону у меня столбики стоят вот так вот друг на другом все таким образом вы вяжете столько рядов сколько вам нравится и дальше когда наша полоса декоративная будет готова я снова включусь так смотрите я закончила вязать второй ряд филейной сетки думаю что для декоративной полосы мне будет достаточно этих двух рядов далее я прих перехожу снова на вязание столбиков без накида значит здесь сделаю одну петлю подъема и дальше продолжаю вязать столбики без накида то есть мы их вяжем в каждую ячейку под ячейку можно вот так вот подхватывать да и в каждый столбик вот таким образом все продолжаем вязать опять же на ваше усмотрение что-то у меня тут не захватилось на ваше усмотрение можете делать полосы можете дальше продолжить уже вязать без каких-либо полосок можете часто вот эти вот филейные полоски вставлять то есть тут уже ваш фантазия пусть не будет ничем ограничено придумывайте выдумывайте свой вариант вашей сумки петли все пошла вязать девчонки смотрите когда мы с вами используем петлю подъема то может быть вот такая вот слабо заметная но тем не менее мы ее конечно же всегда увидим вот такая дорожка вот поэтому я отказалась от петли подъема и вязала уже потом все свои ряды вот эти где столбики без накида я их вязала уже без петли подъема и вот смотрите совершенно незаметный тут переход вот здесь вот маленькая ступенечка то есть при желании и даже при желании очень сложно найти вот это место то есть у вас это будет незаметно и сейчас я постараюсь вам показать как я вязала то есть смотрите вот эти 10 рядов вяжутся без петли подъема то есть по кругу а дальше вот эти два ряда столбиков с накидами я вязала вяжу с петлей подъема почему потому что ну здесь никак не обойтись без нее и вот здесь так прошу прощения за мой палец я в этот раз не доходила до очередного маникюра у меня отскочил гель-лак буквально перед тем как начать записывать это видео то есть смотрите вот у меня как раз последняя петля вот здесь я тут все высчитала уже я ныряю сюда делаю такую петлю так скажем сглаживаю свете она у меня короче получилось то есть это соединительная петля и вот от этой соединительной петли я набираю две петли подъема для того чтобы провязать как бы подняться вот на этот ряд они у меня будут заменять столбик с накидом до далее я вижу одну петлю воздушную для того чтобы по и получилось ячейка да и делаю накид так пропускаю одну петлю в следующую вяжу столбик с накидом ну и так далее значит одна петля для того чтобы получилось ячейка столбик с накидом то есть тут все понятно какая-то ерунда попалась вот все мы вяжем вот этот ряд и я вам еще раз покажу как в конце ряда соединить конец с началом до для того чтобы ничего не было видно итак смотрите девчонки я провязала сразу же два ряда но соединение и в этом ряду и в этом они одинаковы поэтому я рискнула сразу же показать вам соединение второго ряда и вот этот вот переход к столбикам без накида по кругу смотрите то есть я здесь провязала последний столбик сделала воздушную петлю и теперь вот сюда вот в эти две петли подъема который у меня вместо столбика с накидом в начале ряда были связаны я делаю соединительную петлю вот таким образом то есть у нас с вами соединился этот ряд все и дальше я провязываю столбики без накида не делая никаких петель подъема дальше я вяжу по кругу это намного симпатичней и я бы сказала даже намного проще все следующее мое включение будет уже тогда когда мы будем с вами вязать ручки и так девочки сумку я почти довязала осталось связать ручки я остановилась на высоте 30 сантиметров то есть 30 сантиметров у меня до ручек вот здесь вот в этом месте то есть у меня связано раз два три четыре так сказать узора филейного дальше между ними три по 10 рядов три полосы по 10 рядов и до ручек я связала 5 рядов вот смотрите вот в этом месте у меня начинается новый ряд то есть в шестом ряду я сейчас продолжаю вязать дальше до в шестом ряду я буду формировать ручки и заднюю ручку я поставила вот здесь на стыке там где у меня начинаются ряды то есть сейчас я вижу у меня этого не видно да я это показывала вам а вот здесь но такой так скажем брак получился который хотелось бы прикрыть поэтому задняя ручка у меня будет вот здесь как раз будет находиться к телу вот этим местом и вот этого шва не будет видно в принципе он не сильно заметен но раз я про него знаю я хочу его спрятать поэтому вот с этой стороны ручка и будет сумка этой стороной находиться к телу все вижу дальше и вот здесь формируем переднюю ручку и так я довязала до первого маркера и сейчас расскажу как я их расставила смотрите всего столбиков по кругу у меня 120 если у вас другое количество можете пропорционально все это пересчитать на ручке я отвожу 22 столбика то есть вот 20 вот этих вот косичек верхних я сосчитала между маркерами и вот те косички в которых я зашла маркерами вот 21 22 то есть 22 столбика я отвожу на ручке точно также здесь 22 столбика соответственно 120 минус 22 минус 22 и делим пополам на боковые стороны у меня осталось по 38 столбиков все теперь я начинаю вязать ручку и вот в этот столбик я не захожу раз вот эти два столбика в которых у меня маркеры включены в расчет до в расчет ручек теперь я набираю 22 воздушные петли 2 3 4 5 6 22 все 22 воздушные петли я провязала вот они у меня так сказать вровень получились с расстоянием между маркерами захожу в следующий столбик так теперь посмотреть надо чтобы у нас косичка не перекрутилась видите чтоб она в одну сторону нас смотрел захожу в следующий столбик и продолжаю вязать этот шестой ряд столбиками без накида все идут до следующего маркера то есть там мы будем с вами формировать вторую ручку заднюю которая будет у нас длинной и так вот у нас первая ручка я довязала до маркеров где должна быть вторая ручка и здесь мы набираем косичку воздушных петель точно также я вот в этот столбик где висит маркер не захожу начинаю набирать воздушные петли считаем так смотрите девочки я набрала сто двадцать петель так как у каждого свой рост возможно вы выбрали другой размер сумки поэтому вяжите вот эту косичку прикрепляйте ее к месту крепления и смотрите куда-то в зеркало примеряйте насколько длинная вам нужна ручка для этой сумки то есть у меня получилось 120 воздушных петель все я продолжаю вязать то есть вижу сейчас до ручки и здесь начинаю продолжаю так скажем вот по этой косички вязать столбик в каждую петлю косички и здесь точно так же в этом месте я перехожу на косичку и продолжаю вязать столбиками без накида то есть я планирую связать 5 вот так вот вот такой вот ширину ручки когда свяжу я посмотрю может быть мне захочется ее сделать пошире смотрите я дошла до ручки и перехожу на вот эту вот косичку воздушных петель здесь я завожу крючок под одну дольку косички да за одну боковую сторону я зацепляюсь и провязываю столбики без накида то есть вот так у нас получается и давайте я вам покажу вам еще что делать как соединить нити если у нас закончился один моток и надо присоединить новую нить то есть я беру новую нить от следующего клубка матка бобинки это у меня уже третья будет бобинка то есть я планирую так уйдет две с половиной может чуть меньше ниточку значит я держу на готове вот у меня хвостик который заканчивается пока провязываю столбик предыдущей нитью потом беру новую нить и закрываю этот столбик без накида новой ниточкой теперь вот эти два хвостика укладываю вдоль края вязания так чтобы они у нас вот тут прям по краешку располагались и вижу дальше новой нитью главное следить за тем чтобы у вас эти хвостики никуда не выскочили так вот подтянули тут все чтобы они у нас остались внутри столбиков все они сейчас через несколько столбиков спрячутся в вязании и совершенно не будет видно что мы здесь соединили два матка между собой вот видите совершенно ничего не видно все продолжаем вязать дальше так девочки смотрите оформила я ручки ну то есть довязала провязала то количество рядов которые мне необходимо было вот так вот визуально посмотрите здесь 5 рядов здесь 5 рядов но имейте ввиду вот здесь вот шестой ряд он ушел на создание вот этой цепочки на которой у нас сформировалась ручка на имейте ввиду что вот тут у нас будет 11 рядов вот все сумка моя готова сейчас я измерю скажу какой размер получился вот от дна вот если вот так натяну у меня получилось 30 где-то 34 35 сантиметров ручка ширина 3 сантиметра дно у нас было с вами 25 до до 25 сантиметров то есть вот такая давайте еще длинную ручку попробую вот отсюда если начинаю прикладываю сантиметр посмотрим какой длины она у меня получилось 90 91 где-то с половиной сантиметр но вот такие вот параметры моей сумки на сумку ушло два с половиной мотка вот видите у меня от третьего моточка сколько остается так достаточно хорошо и отсюда взяла вот в общем имейте ввиду что 3 ма . надо купить и теперь я вам покажу как оформить заключительные вот эти вот столбики для того чтобы у нас был аккуратный край чтобы ничего не было ступеньками обрезаю ниточку следующий столбик я провязываю не столбик а полустолбик так то есть у нас уже вниз пошло вытаскиваю нить завожу под следующие две дольки косички и вывожу смотрите надо вывести этот крючок можно наверное поменьше взять у меня в общем нам надо вывести в ту же петлю из которой у нас выходила ниточка которую мы сейчас с вами обрезали и в ту же петлю только уже видите снизу я зашла вот у нас вот она петля вот выходила нить вот мы ее завели туда под следующую петельку захватили и увели обратно то есть смотрите что у нас получилось у нас получилось с вами ровная косичка то есть здесь не видно никакого перехода видите совершенно нет никакой ступеньки даже если она будет проглядываться у нас здесь с вами ручка вот так вот поднимается и эту ступеньку будет незаметно но я надеюсь что вы сделаете также и будет у вас красиво и ровно все теперь я вот эти вот этот хвостик нити должна спрятать то есть я завожу наизнанку эту нить вот тут вот я на всякий случай сделала узелок все-таки это ручка у нас и в рядом стоящие столбики увожу эту ниточку сейчас я ее протяну в несколько столбиков и лишнее обрежу вот прям куда попали крючком туда ее и но это все должно быть с изнаночной стороны имейте ввиду чтобы с лица не было заметно так вот смотрите у меня как раз выдернулся один хвостик второй то есть разделилась ниточка на две части вот так вот мы сейчас его еще завяжем и можно вот эти обе части в разные места сейчас завести ну все я уже не буду это делать на камеру отвлекать вас ваше время тратить ну что ж сумка моя готова я надеюсь что объяснила все подробно и понятно у вас без проблем получится связать такую же сумочку но у меня на этом все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока